Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юля Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня у нас это второй объект, который мы смотрим для нашего клиента. Критерии этого клиента не изменились. Клиент, покупатель смотрит в определенном районе Лейк Нона, где мы сейчас и находимся. Лейк Нона это пригород Орландо, это замечательный район со своей уникальной инфраструктурой и школами отличного рейтинга. Все три школы отличного рейтинга. Ценовая критерия покупателя до 900 тысяч долларов. Чем дешевле, тем лучше. Но обязан быть бассейн, приватность. Пройдемся по цифрам по дому. Дом выставлен за 780 тысяч. Размер дома 2812 квадратных фит. В переводе на метраж 261 квадратный метр. Четыре спальни, три с половиной ванных комнаты. Эчо ей ежемесячно 118 долларов. Налог на этот дом ежегодно 4000. Участок здесь 0,13 акров земли. Ну что ж, пройдем, посмотрим. Идемте. Гараж на две машины. Гараж на две машины. А еще сделаем дом. Дом двухэтажный. Как обычно, первый этаж блок. Конкрет. И второй этаж. Вудфрейм. Вудфрейм. Это каркас деревянный. Деревянный каркас, да. Опять-таки, как в наших, во всех любимых американских домах, мы заходим в такую эрию, в такую комнату, которая используется для приема гостей, опять-таки. Здесь мебель не хозяйская. Она тоже... Дом был тоже обставлен дизайнерами, чтобы покупатели могли понять, где какая комната и как расположить свою уже мебель. То есть, эта мебель не включена в стоимость, да? Эта мебель в стоимость не включена, но если кому-то отдельные понравятся предметы интерьера, например, кому-то понравился стол, это уже нужно обращаться к дизайнерам, они, возможно, продадут этот стол. Понятно. Но в цену дома мебель не входит. Так, а что у нас на полах? На полах у нас дерево. Класс. Светлого цвета дом, очень светлый потолок. Кстати, я сейчас, извините, но я буду немножко сравнивать предыдущий дом с этим, потому что, ну, естественно, я смотрю для клиента, чтобы я сама понимала преимущества, плюсы и минусы каждого дома. Здесь потолок, он достаточно высокий, но ниже, чем в первом доме. Окей. Да, я тоже припоминаю. Здесь вход, посмотри, как интересно, вход в гостиную, и там тоже вход на кухню, чтобы можно было свободно проходить с кухни в столовую. Планировка открытая, шикарно просто. Светлый дом. Я очень люблю светлые дома. Да, мне тоже нравится, что он светлый. Видно, что был свежевыкрашен. Смотрите, какая кухня. Там мне кухня тоже очень понравилась, но там была классика, а здесь модерн. Да, модерн, да, современный стиль. Красивый цвет шкафчиков, шкафов. А какого года этот дом? Этот дом 2005 года. В принципе, тот тоже, да, 2004? 2004. Они достаточно идентичные в каком-то смысле. Один район, можно сказать, один город. По году строения здесь, как бы вот в этом комьюнити застраивалось как раз-таки 2005-2004, 2006-2007 года. Но опять-таки в этом доме было очень много обновлений, то есть полностью сделан ремонт. Посмотри на этот остров. Просто остров мечта. Современный. Стильный. Также в доме новая крыша. Что тоже плюс. Да, это плюс. Большой. И также освежена покраска экстерьера. Ну да, кстати, видно, что все такое. И интерьер, и экстерьер, да. О, смотри, что я заметила. Здесь плиточкой до конца выложено, да, что редкость вообще. Кстати, да. Посмотри даже здесь. Обычно, да, плиточка идет, она идет как фартука. Да, это классно, хорошо, это молодцы. Не поскупились на кусочек плитки. Очень мне нравится кухня. Да. Хоть она вроде бы и не большая, но очень даже... И пройдемте. Да, да, что там? Здесь у нас находится по стирочным комнатам. Опять-таки, очень удобно, что есть хозяйственная раковина. Это все остается, бытовая техника остается. И здесь у нас кладовка для групп. Ага, окей. Пентри. Гуд, гуд. Ты знаешь, мне даже сложно сказать, какой мне дом больше нравится. Не говори. Пока мы, конечно, не видели весь дом. Да. Но вот ощущения от первого этажа, они... Да, очень приятно. Очень приятно. А давай в гараж заглянем. Так, гараж на две машины у нас. Давайте посмотрим. Смотри, даже пол в гараже свежее. Ага, очень чистенько все. Свежевыкрашенный пол, очень все чистенько. Хорошо. Проходим на второй этаж. Да, хотела обратить внимание. А мы сюда не заглянули. Ух ты, с этой стороны, вау. Это половинка санузла. Половинка, вот, посмотрите. Гостевой санузел. Ух ты. Хотела сказать про перила, смотри. Струны перила. Что-то такое современное. Так, здесь у нас лестница тоже дерево. Дерево. Это замечательно. Ой, на втором этаже дерево. Это тоже супер. Это тоже большой плюс. Да, очень большой. Отсутствие ковролина. Значит, это меняли, да? Ведь по стандарту ковролин. Здесь, да, здесь был полностью, здесь был сделан очень-очень, достаточно большой ремонт. Видно, что много денег вложили. Потому что, во-первых, материал в 2005 году использовался совершенно другой. Сейчас это видно более современно. И ковролины, естественно, застройщики ковролин кладут на втором этаже всегда. Да, то есть, естественно, да, это менялось. Давайте пройдем в первую комнату. Так, что у нас здесь? Ох, какая хорошая. Ох, большая. Это видно мастер-бедрум, да? Это мастер, это хозяйская спальня. Очень просторная. Очень просторная. Очень. Передохнем немножечко, да? Передохнем, да, у нас уже не первый дом сегодня. Стены тоже видно очень свежевыкрашенные. Две гардеробные. Мэ, жо. Побольше, поменьше. Так, вау, вау. Слушай, хорошо, да? Это тоже помененное. Да, это все помененное. Точно. Они сделали, сейчас это становится популярно, но делаются такие ванны в домах хайп-класса. Да, да, да. Более высокого класса, когда объединяют душ и ванную вместе. Слушай, вот я бы тоже так хотела в своем доме. Ты знаешь, мне нравится. Да, и вот с двух сторон здесь раковины, чтобы никому не мешаться по сторонам расположены. Да, полочки. И что тут? И отдельно туалет, что тоже хорошо, что отдельно. Так, да, слушай, мне нравится. Хорошо. А, вот здесь вот так закрывается все покидор. Пока впечатление только положительное. Проходим в следующее помещение. Бонусную комнату мы уже посмотрели. Хорошая. Также у нас светлая. Да, хорошая. Здесь можно сделать гостиную для детей, например, повесить телевизор. Потолки неплохие здесь, да. Здесь еще один санузел. Так, давай вот санузел покажем. Смотри, все переделанное. Это видно все новое. Смотри, до потолка они сделали. Фурнитура такая тоже. Нам что-то говорили, это не золото, а что-то другое. Это бронза. Бронза, да. Ну, все в одном стиле, смотрите. И ручки. Все. И три спальни. Так, начнем с этой. Ой, такие светленькие тоже. Они небольшие, но, честно говоря, это совершенно стандартно во Флориде. Да, да. Чаще всего встречаются небольшие спальни. Так. Ну, кстати, из-за того, что они такие светлые, они кажутся больше, чем, наверное, другое. Я тебе хотела сказать, что они не выглядят совсем маленькими. То есть сюда квин влазит спокойно. Я думаю, квин точно. Да, да, да. Я затрудняюсь по поводу кинг. Ну, да. Для гостевой спальни квин достаточно. Да, не ставят в гостевую кинг, да. Так, следующая такая же, аналогичная. Позже. Ой, так все светленько. Мне очень нравится. Так, здесь у нас проходная, ванная комната еще одна. О! Как этот Джекин Джилл? Ты знаешь, вот что я заметила, да, они сделали очень хороший ремонт, но сильно они не креативили. Потому что везде одинаково. Каждая ванная, то есть... В одном стиле. В одном стиле. Это же не в одном стиле. Один и тот же материал. Материал, да. Вот такая же плиточка. Хотя, по-моему, на первом этаже по-другому. Ну вот... Да, да, в том такой же, да. Так, третья, да? Просто, да, уже как бы дежавю какой-то получилась. Спальни все одинаковые размеры. Ага. Кладовочка. Кстати, вот любой угол дома, он светлый. Да, светлый. Мне очень это нравится. Как бы, да, и та сторона, и эта сторона, он очень светлый. А знаешь, чем мне еще нравится? Молдинг, вот на полу этаже тоже это молдинг, либо это плинтус. В общем, здесь плинтусы, смотрите, высокие, широкие. Да, в том доме я заметила, они старые, ну, такого маленького размера. Да. Здесь они обновили, я думаю. Мне тоже очень нравится посравнивать, конечно. Спускаемся вниз и выйдем на задний дворик. Посмотрим, что нас там ожидает. Да. Как я сказала, участок размером 0,13 акра. Небольшой. Вообще стандартный, да, на самом деле? Вообще стандартный, да. Вот, в общем-то. Есть забор. Бассейн хороший. Есть забор, это уже приватность. Да. То есть, смотри, получается, сравнивая два дома, там один плюс, здесь другой. Там вид, да, там одни плюсы, здесь другие плюсы. Но мне бы, честно говоря, такого двора бы хватило. Мне тоже, я не замор... Ну, там, конечно, красивый вид. Там красивый вид, Налюш. Скажи, здесь вот вид получается у нас осенний. Я думаю, что у нашего клиента будет... Дилемма. Да, большая дилемма, достаточно трудный выбор. Оба дома хороши. Да, я прям разрываюсь. Мне этот, как будто бы даже немножечко больше... Он современнее, и его больше обновили. Тот всё-таки с оригинальными остался всеми элементами. Что-то есть, да, оригинальные элементы. А здесь всё переделанное. Мне здесь больше нравится. Один минус для меня, это то, что они выбрали поставить кондиционер... Внутрь, да? Внутрь двора, чаще всего кондиционеры... Чего-то там нет на улице. Ну, в принципе, можно загородить. А, там места нет. Но чаще всего выставляют. Ну да. Вот даже вот за этот забор просто сбоку дома. Очень странное решение. Видимо, никак. Ну... Но его нужно загораживать. Загораживать, да. И он как бы из-за этого немножко больше шумит, получается, здесь. Ты знаешь, сейчас шумит... А, возможно, кстати, кондиционер сейчас не работает. Это насос для бассейна. Сейчас идёт фильтрация воды. Кстати, его тоже сбоку ставят, да? Почему здесь так решили? Не знаю, если не хватило. Я очень редко такое встречаю, но если как бы это не будет каким-то минусом... Вообще в то место я бы поставила кухню. Да, вообще-то да. А так её, вот смотри, придётся сюда куда-то ставить. Тогда её придётся сюда. Да. Вот везде свои плюсы-минусы. Что ты будешь делать? В общем, я бы ещё подумала-подумала. Но и тот, и этот хороший, я не знаю. Просто у каждого свои плюсы-минусы. Ну, что мы будем искать дальше? Или пока два варианта предложены? На сегодня у нас два варианта. Я пошлю видео клиенту. Пусть он посмотрит. Возможно, он решит немножко подождать и посмотреть ещё другие варианты. Но на сегодняшний день в том районе, где он желает купить, может быть, ещё район немножко пересмотрится. Но в Лейк Ноно это самые такие, вот на наш взгляд, показались, вот на сегодняшний день, что стоит в продажу, самые такие приличные дома, на которых нужно обратить внимание. Вот. И это будет всё обсуждаться. По ценам мы будем торговаться. Сейчас, кстати, ребята, уже можно делать торговлю по ценам. Сейчас дома дольше стоят на рынке. Рынок поменялся, чем тот, который был 5-6-7 месяцев назад. Быстро. Да. И теперь можно поторговаться. И чаще всего сейчас получается, что покупатели торгуются, не скидывают цену с дома, чтобы не понижать вообще как бы рыночную стоимость в комьюнити и так далее. Но они сейчас, продавцы, идут на такие уступки для покупателей, они выкупают процентную ставку. Ох ты. Это очень интересная тема. Её, конечно, лучше расскажет профессионал, который занимается ипотекой. То есть за счёт продавца можно себе понизить процентную ставку. То есть если сегодня вас лендер на сегодняшний день одобрил на 6,8, то с помощью и за счёт продавца вы можете её понизить до 4,8%. Это мы вам расскажем при персональной консультации более подробно, иначе здесь у нас видео получится очень долгим и длинным. Да, да. Ну что ж, на этом прощаемся. Нам есть очень много чего обсудить. Будем работать. Пишите, пожалуйста, какой именно дом вам понравился больше. Мне само это интересно, первый или второй. И, друзья, до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok